Новое видео выходит каждый день в 20.00. Перед тем, как я вот тут прилюдно начну оправдываться за то, почему же 6 января всё-таки не было ролика, хотя он должен был выйти в 20.00, вот ровно прям ни минуты позже, ни минуты раньше, а точно вот в 20.00. Я бы вам хотел сказать, что я сейчас тестирую новые методы записи микрофон, новую обработку и так далее, там эквалайзеры, дейсеры, ну в общем, всё это вам неинтересно в целом, то есть мне нужно вот ваше мнение авторитетное в комментариях, либо если вы думаете, что это какой-то байт там и так далее, это не так, если что-то, напишите мне в комментарии, как вам звук в роликах, и, соответственно, напишите, в каких наушниках вы вообще это слушаете, потому что, возможно, у вас наушники просто хуета. Потому что, как лично мне кажется, звук в видеороликах это основная часть, вот то, за что смотрят как раз-таки эти самые видеоролики. Если звук будет говном, то, извините меня, смотреть это, ну, попросту невозможно. Я даже сейчас вижу, что звук немного пикует, но так или иначе, напишите вот, пожалуйста, либо в комментарии, либо мне в ЛСВК, как вам звук прошлый был лучше или этот был лучше, то есть как вообще в целом вам приятнее и лучше смотреть и слушать. Итак, ребята, давайте же я вам начну теперь рассказывать, почему же вот всё-таки 6 января уже 2019 года не вышел тот самый ролик, который должен был выйти. Итак, ребята, давайте вот сразу же поставим такие рамки, что вот я действительно выпускаю ролики на вот этом вот канале, «Задан Семен 2», если там мало ли какие-то перезаливы, вот эти вот и так далее, вот моих популярных роликов, то я вам сразу хочу сказать, что вот на канале «Задан Семен 2» ролики выходят каждый день с 20.00, подписывайтесь, если я вам вдруг понравился, если не понравилось, не подписывайтесь или подписывайтесь для того, чтобы первым ставить дизлайки, это так или иначе подписка, это так или иначе активность, поэтому вот, да. И вот вы знаете, ролик за 5 января вам очень сильно понравился, но на нём набралось аж 33 миллиона просмотров за 20 часов, это такой, знаете, неплохой результат, то есть не каждый рэп, там какой-нибудь музыкальный исполнитель может вот таким вот похвастаться, а вот я, то есть «Задан Семен 2», вот сампер, который занимается критикой на ютубе, он может похвастаться вот таким вот результатом сам в ютубе. И знаете что? Вот вы просто, вы знаете что? А я вам расскажу сейчас то, что вы не знаете. В общем, за 5 января, как мы уже определились, ролик украл не кто иной, как Данил Геррера. И давайте же теперь я вам расскажу, кто же украл ролик за 6 января, который вот должен был выйти. Данный видеоролик, если что, выйдет в 16.00, но также сегодня ещё и выйдет ролик в 20.00, поэтому два ролика в один день, пожалуйста, там поставьте лайк, либо дизлайк, и выразите мнение в комментариях по поводу вот этого вот всего. Как вам лучше, когда выходит два ролика в 16.00 и в 20.00, или когда просто один ролик вы приходите и вот просто смотрите какой-нибудь там 7-я не знаю, 12-20 минутный ролик. Вот, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Так вот, вы знаете, я очень на втором канале люблю обозревать какие-то новости, в целом говорить о новостях и так далее, вот. И я этот день не стал исключением, я хотел вести такую рубрику, как «Самп новости», вот на фоне кровати стоять, о чём-то вам рассказывать, при том, что у меня есть хромаки, есть отличное освещение и так далее. Просто я хочу быть поближе вот к этим, знаете, начинающим ютуберам, видеоблогерам и самперам, для того, чтобы действительно вот влиться в их тусовку и вот понять, как они сейчас живут. Поэтому я вот решил делать новости на фоне кровати, вот такую серьёзную рубрику, как «Новости». Я делаю на фоне кровать, я Ярослав Прулёв, ой, что? Вот. И я уже начал писать сценарий там для новостей. Естественно, я не стал ничего не проверять, не перепроверять, для того, чтобы вдруг, мало ли, не сфейковать, не фэкануть и так далее. Я не стал проверять вот эти вот все новости, как я обычно и делаю. Я выпустил так уже несколько роликов. Ой, вернее, это должен был быть первый ролик вот за 6 января, именно выпуск новостей. Так вот, я, как обычно, сидел, ничего не предвещало беды. Я писал сценарий для вот данного видеоролика, для того, чтобы вот его выложить. И мои дорогие люди, мои дорогие подписчики, а, как вы знаете, я подписчиков подписчиками не называю, я называю их друзьями, чтобы мои дорогие друзья могли насладиться данным контентом пока что без спонсорской подписки, в силу малого количества подписчиков на моем канале. Их сейчас 64 миллиона. Станьте, я вам хочу сказать, 65 миллионом, либо уже 66 миллионом. Вот. И, вы знаете, я вот, то есть, я написал там новость, типа, типа того, что стример обливался там, опився, ягуар, и начал ебать мамку никого иного, как Даниила Герреры на спине у батей. Но, неважно, это неважно. Я, в общем, написал вот эти новости уже все. И был готов их вот, так сказать, озвучивать, вот эту вот популистскую свою позицию, абсолютно фыковскую и так далее позицию, озвучивать вот на своем канале, потому что мне что, мне похуй, да? Я кто? Я обзорщик новостей на самп ютубе. И, вы знаете, я вот сделал вот уже вот эти вот новости все поставил, то есть, загрузил на ютуб, там, прописал теги, поставил превьюшку и поставил, то есть, там, отложенная публикация на 20.00, вот именно 6 января. И тут, внезапно, внезапно, ко мне в квартиру, в мой четырехэтажный, вернее, 48-этажный пентхаус, влетает никто иной, как такой человек, вот, знаете, Брул оф Сашка, что-то там Белов, Саша Брилов, я что-то не помню, вот, как звали этого дурачка, вот этого обрезанного мудила лысого, не помню. Не помню, как зовут этого Химерона, че как вот это зовут в комментариях, напомните, вот это там Белков, там, Блионидзе, Меладзе, блядь, в общем, не важно. А я, значит, вот это вот там, ну, вы знаете, все вот сделал. Он влетает такой и говорит, типа, отдавай мне свой выпуск новостей, я хочу взять вот эту вот рубрику на вооружение и стать сам пуском Николаем Соболевым. И потом мне еще говорить про какой-то парк Горького, то, что он за последние, там, десяток лет неплохо так изменился и так далее. Вот, я такой говорю, братан, ты понимаешь, какой ты мне, блядь, брат, говорю, лох, тупой. Я говорю, ты понимаешь, что, ну, так не делается, пожалуй, вот, то, что ты вот сейчас говоришь, вот так оно не делается на самом деле. То есть, как делается, ты вот так вот думаешь, думаешь над идеей и ее воплощаешь в жизнь, понимаешь? Вот для того, чтобы все было реально классно, адекватно и так далее. Он мне говорит, нет, я хочу спиздить, я охуительный формат, который 100% зайдет на самп ютубе, мне вообще поебать. То есть, там, у кого я взял, у кого не взял, я самповский Николай Соболев, я адаптировал новости под самп. И похуй то, что новости, они озвучиваются с нейтральной позиции, говорит, мне вообще поебать. Вот, таким образом, то есть, уже время было 19.59, он берет с моего канала, значит, там обошел как-то вот эту двухфакторную аутентификацию, там, взлом Пентагона и так далее, обошел вот эту вот всю защиту и так далее, скачал ролик вот с моего закрытого канала, вот, вы знаете, с моего закрытого вот этого видеохостинга ютуб, скачал все и залил к себе. Ой, и вы знаете, я просто вот, потом он мне еще такой говорит, типа, вот, ВКонтакте, Телеграмму посылает в Телеграме, вот, в заблокированном мессенджере на территории Российской Федерации, хочу вам напомнить, присылает мне, говорит, Телеграмму, тебе все равно никто не поверит. Я не знаю, к чему он это написал, потому что я уверен, что мои зрители, они мне 100% вот в комментариях под роликом напишут, что мы тебе верим, дорогой вот, ЗДАНСЕМЕН2, мы тебе абсолютно верим, ты, кстати, еще похож очень сильно на вот этого вот чувака, который ютуберов обсирает на своем канале, как-то вот у него название, ЗД, что-то там вот этот ДАН, вот тоже у него, что-то похоже на тебя, ник еще и голос похож, но превьюшки у него, конечно же, не такие красивые, как у тебя, поэтому это, наверное, не ты, вот. И то есть, в целом, я вам рассказал все вот как было, вы можете верить, можете не верить, можете загуглить вот этого Сашу Брилова, там, как вот это, Ахимирона, не помню, как его в общем зовут, можете загуглить, там, спросить у него все как было, я вам рассказал чистейшую правду, можете у Сашки Бриллионидзе спросить, вот то есть, как все было на самом деле.